Как бы мы сильно не умоляли и не просили нашего владельца оставить нас в квартире ещё хотя бы на один месяц, он был непреклонным к смене своего решения. Он сказал, чтобы мы собирали свои шмотки и выметались на улицу. Я бы назвал его как-то бы по-грубому, но меня дети смотрят, поэтому просто назову пропердолькой-пропердольской. Очень прям серьёзное оскорбление. Но вот что произошло, перед тем, как мы вышли на улицу, этот тренер с своей женой спалился. Он нам проговорился, что он хочет вблизи своего дома открыть фитнес-клуб и маникюрный салон. И как только мы вышли с Катей на улицу, мы увидели вывеску о аренде помещения. Это то самое помещение, которое мы хотели с самой первой серии арендовать, это прям наша мечта! И эта пописяка усатая хочет её разрушить! Нет! Мы сказали с Катей, пошёл в пипуку, мы также сказали с Катей и решили арендовать это помещение раньше, чем он. Заплатили 20 кусков, прям за 2 месяца наперёд и арендовали эту халупу. Что с ней делать, я не знаю. Сможли ли мы открыть бизнес, я тоже не знаю. Потратили ли мы 20 тысяч просто так и нам сейчас жить не на что, я тоже не знаю. Но без приключений и жизни так. А что будет дальше, узнаешь в этой серии. Так, это вот сюда, этот слева направо, этот справа налево. Ой, Наташка, сейчас мы тебе такой маникюр забабахаем, будешь первой красоткой на районе. Угу, угу, тут так. Блин, мне бы пилку ещё, слушай, ну... Я могу со стороны тут посмотреть, чем вы занимаетесь. Можно, мне говорю, пилку надо, не могу я так. А мне 10 компьютеров, чтобы я мог здесь компьютерный клуб открыть, я тоже просто так не могу. Наташка, ты там главное не рыпайся, сиди спокойно, а то она может тебе палец отрезать случайно. А я уже чуть-чуть, нормально. Я помню, она мне тоже один раз там ногти стригла и немножко полпальца отрезала. Он заново вырос просто. Вот так, ну всё, Натаха, готово, готово, вставай. Прям миссы, вот это, и Африка будешь новая, прям, как раз... Да, вот, алкашу обзавидуется. Алкаш увидит твой педикюр, твой маникюр, вот сам придёт Катюхе педикюр, маникюр делать. Э, сам, ну мы с тебя бабло-то не будем брать, ты как моделька у меня была. Значит, для опыта, поэтому вали. А, ну типа ты на ней тренируешься, да, значит? Ну слушай, неплохо, неплохо. Практику. Наташке-то не жалко палец отрезать, а потом, когда к тебе нормальные клиенты будут приходить, вот им как раз-таки жалко отрезать. Ой, всё, я так больше не могу. Ну это какой-то кошмар, мне нужны условия, мне нужен стол, аппараты, инструменты, туда-сюда, наверх, вниз. Ну ты же понимаешь, что мы только вчера вот эту лабуду все открыли. Да откуда у нас все инструменты, у нас даже в этом здании света нет, чтобы здесь хотя бы светло было. Кать, всему своё время. Пойдём, заработаем. У меня 6 тысяч в инвентаре, у тебя сколько, у тебя есть хотя бы немножко бабла? У меня есть 2200 рублей. Вот, 2200, то есть у нас 8000, ну конечно мы в прошлой серии потратили 20 кусков на то, чтобы арендовать помещение. Зато мы здесь сейчас можем жить 2 месяца, работать 2 месяца, да хоть, да хоть тусы каждый день устраивать на протяжении 2 месяца. Пошли, Кать, пошли. Куда? Да, у меня просто есть идея небольшая. Ну в первую очередь ты говоришь, что нам нужно оборудование, да? То есть мне нужны компуктеры, я всё же здесь буду свой компуктерный клуб открывать. А Кате нужны там педикюрные всякие стоечки, там лампочки, там осветители, там пилочки, дрилочки, кудилочки. Я знаю, у кого это всё можно найти, в принципе мне кажется, что ты уже догадалась. Ну ладно, я сажусь на байк. Ага, если бы. Я сажусь на байк. Поэтому давай, ты за мной поехали. Ну сколько можно за тобой бегать уже, а? Давай, Бобик, Бобик, за мной, главное, не теряйся, за мной, я буду очень медленно ехать. За мной, за мной, поехали, поехали. Я с ней даже не хочу иметь никаких общих дел. Я как будто бы её не вижу. Это и здравствуйте, дорогие мои. Ой, до свидания, до свиданечка, мы уже уходим, приятно было познакомиться. Нет, воспитательница, даже не думайте, мы не вернёмся в эту преисподнюю, там где дети вот эти ваши учатся, малолетние. У меня тут для вас есть новая работа. Ну, у вас для нас есть новая работа, а у нас для вас нет никакой работы. Поэтому, в принципе, мы в расчёте. Пошли, Каль, плачу 5 тысяч каждому. Плачу 5 тысяч каждому. А, какая работа, рассказывай. Это совсем другой разговор, 5 тысяч, Каль, у нас сейчас бабок нет, бизнес надо как-то открывать, бизнес надо развивать. 5 тысяч, это получается, если тебе 5, если мне 5, плюс 5, 5, это получается 1 и нолик, 10 получается. Через несколько дней у Вовочки будет день рождения. А, у того самого Вовочки, вот этого психопата, мелко. Ну, ну чё ты так плохо о детях выражаешься. Да нормальный малый, просто немножко реально сумасшедший. Мы в детском саду устраиваем праздник. Ну, хорошо, ближе к делу. Ну, учитывая, что в этом деле уже есть Вовочка, как-то это дело мне вообще не нравится. Ну, в этом деле есть 5 тысяч, мне это нравится. Ну, кажется. Нам нужны аниматоры. А-а-а! Ну, слушай, у меня был опыт. Работа несложная. То есть вы нам предлагаете прийти на днюху Вовочки, поработать аниматорами, развеселить детей, и 5 кусков каждому котюх, 10 тысяч. Это получается, мы за ещё один месяц можем заплатить вот это помещение. Мы согласны. Когда выступать? Тогда наш бизнес, получается, немножко должен подождать. Послезавтра. Я думаю, если мы немножечко отвлекаемся от нашего бизнеса, и сходим на часок-другой поработать, ничего страшного не случится. Я думаю, клиенты подождут. Да, главное, главное, чтобы нас вот эти дети там потом не загрызли, а в частности Вова. А-а-а, дорогая, подойдите, пожалуйста, сюда. Короче, видишь, там вот здание, видишь, да? Угу. Я маникюр, значит, делаю, поэтому приходите, скидку сделаю, полтора процента. Просто, а-а-па... вот так и надо с этими людьми работа с ними так и надо все я бизнесмен я знаю да я бизнесмен ты бизнес лумин поехали катюк давай тоже мне блин бизнесмен пешка драпом я-то не пешка драпом это ты пешка драпом я вообще у меня прямо харли дэвидсон как ты видишь не нужен тоже транспортный средств ну слушай можем тебе самокат на прокат взять если хочешь или ролики хочу вот и в любом случае меня не сможет догнать даже на самокате поэтому лучше бегать также вот этот задницу накачаешь здоровые будешь тренировки вот это все да 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 здоровей буду тебя чтобы она не украла ты чё тут делаешь семёныч уйдите собаки что же вы все такие неприятные в этом городе все прям как будто не мешать я занят я делаю уборку своем гараже ну и делаю уборку как будто нам твоя уборка нужна пошли кать все и обратно на свой вот этот и поехали уборку он там делает все догонять катя все все какие-то бесявые в этом городе что что один на меня орёт что другой на меня орёт догонять давай там ну стой собака я уже не могу бежать за тобой устала подожди пожалуйста сюда доеду вот здесь мы с тобой все и подождем ну давай ты уже тебе хана то подожди подойдет мы эту машину слишком часто видеть начали и не кажется я не против видеть эту машину чаще ну ладно а почему визуализация того смотрю на машину чаще у меня скоро такая же появится мечтать не вредно да вредно не мечтать пошли кашотику для ты посмотри раньше здесь рычаг был сейчас он какую-то новую фигню переключатель на дверь установил всему кавказу привет ашотик ашот как тут не перебивай нас пожалуйста два мужика щас будут разговаривать в общем ашотик короче шо мне надо шо мне надо я тут подожди я буду действовать по схеме кашотик в водопаде сюда я тут короче скоро компьютерный клуб открываю знаешь там мужики там при приходят под пивандритом хотя лучше без пивандрия там в дотку кс го фортнайт чик пабджик sims 4 даже можно поиграть у кого кто не шарит может там пассианс пораскладывать дурачка там знаешь там вот это все короче компьютерный клуб если что приходи а с другой стороны тому как ухи будет маникюрный педикюрный салон жену свою приводи дай детей приводи у нас там вообще просто парк аттракционов развлечений будет короче приходите всей семьей будем рады видеть катя жене даст скидку полтора процента я тебе дам скидку пол процента будем рады вас видеть будь нашими постоянными ух зубы ты заговорил ему капец давай бери два станут два компа чтобы ну хотя бы начать прогресс в нашем компьютерном клубе и освежите пердежать естественно дайте нам один кого второе не надо не надо нам он ошибся освежить пердежа в первую очередь дай пожалуйста шотика потом два компа если можно еще до освежитель мозгов бы тебе купить катя иди сюда дедри колоть ты не поймаешь всю суть этой жизни у нас огромные помещения бывает так то что и я пукаю и ты еще чаще пукаешь как бы понимаешь дома то дома дома то можно фыцкать и никто не увидит никто не услышит а в наше помещение же будут приходить посетители а если они случайно все ладно бери вот что значит талант переубеждения а один освежитель приезжая пожалуйста миссия и два вот это таких компуктера если можно вот вот это прям мечтал сразу в смысле размечтался сейчас возьму и куплю вот эта мышка клавиатура экран а шатик обормотик сколько стоит этот комп да смысл не хватит у меня шесть кусков из детских компуктера сколько сколько 15000 за один ладно я пока буду закатаю ну давай тогда какой-то другой и вот вот здесь у тебя ноут какой то есть вот еще один комп мне главное два компа чтобы хотя бы начать свой бизнес вот этот чон там работает вообще не работает я помню у меня такой был примерно где-то в году девяносто девятом вот с таким экраном что-то мне кажется это стоит 500 рублей вот вот хороший вариант таких компов и сразу могу купить 12 штук и так это я могу обустроить прям все помещение тебе вывеску надо на свой бизнес наш какую повесить назад в прошлое себя мамонтом с другой стороны да микас он даже пейнт не потянет да не то что уже к с гоу или там фортнайт ну да не знаю что такое фортнайт ну давай вот этот ноут я не знаю давай 12 насколько мне там хватит главное чтобы он там не стоил 1008 готова столько бабок у нас нет 2000 вот сразу две штуки гони два куска вот это по два по два за один так держи сразу сразу два покупаю кс и доту потянет вот вот это самое то что мне надо так один комп есть еще один давай вот этот это твой забирать чудо идти то не можешь комп свой где комп второй комп не найди под так вот он спятого его за телевизором сейчас я достану все и освежите пердежа пожалуйста вот этот не приглянулся который справа находится я думала ты про него забудешь нет все 200 как дай пожалуйста 200 рублей у меня просто бездача нет разгорел тоже тебя там 200 рублей еще что тебе дать оплати пожалуйста свежитель пердежа а ты меня прокатишь на мотоцикле ну когда-то в этой жизни да я сейчас еду на мотоцикле даю тебе 200 рублей что выбрать мотоцикл не свежите придержа соглашайся брат да я думаю просто она может сломать мой мотоцикл ты знаешь как бабы машину водят без пердежа сегодня лучше спердежом хорошо хорошо прокатишься рискую здоровьем все шатик братик давай удачи семья привет заходите на стоямбо 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 ашот обормот скажи мне пожалуйста лак есть для ногтей мне нужно пару цветов там знаешь лампу еще бы для освещения хорошего там пилочки щипчики смысле нету ты чего ты взяла то что него лак будет для баб у него здесь техника кать какой лак ну ну мало ли до всякой жизни бывает то через дорогу салон красоты есть у или вечки называется она хорошая то точно найдете слушай но мне надо к эльвире сколько мы здесь тобой живем месяца два и ни разу про эльвиру не слышал ну может новенькая не знаю но в любом случае мне нужно к ней иначе никак пошли хорошо все шотик давай давай может мы когда соберем с тобой на шашлыки поедем все давай давай шотик пошли катюх ты где давай у и вилочки он горит через дорогу то есть или вот там или так вот сразу все видно тут пройти ядрить колотить 10 метров ты за автобусную остановку то зачем сбила ну все накаталась да хватит уже стой весь бензин мне солярку мне всю испортить используешь пошли давай все ты свое право на одну покатушку использовала следующий раз я буду кататься так салон красоты эльвир очка ёпсиль мобсиль ты смотри как здесь все элитными кассу реально прям элитный салон сейчас ты молчишь я разговариваю ясно это не моя зона для переговоров давай добрый день добрый день здравствуйте 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 вам тоже я просто здравствуйте передал да я тоже поздоровалась здравствуйте могу не поговорить с эльвир очкой хоть она здесь одна микро стана эльвир очка поэтому с ней разговаривать не не видишь вылитая эльвирочка вот сразу по непонятно и выявили в этот давай сделаем вид то что мы с тобой адекватные люди вы эльвирочка если же с ней разговаривай к я сказала тебе вроде как молчать вот и 10 это кресло еще так уважаемая я открываю свой маникюрный салон и не нужно что-нибудь там типа лаков там пилочек вот это вот все но но ну не себе дорогой сама понимаешь что больше себе позволить есть чё вот видишь у эльвирочки все найдется пройдемте на склад неплохо неплохо склад это хорошо как здесь много всего надо вот это надо надо да это надо ты давай там тоже все не берем настолько по планету до 1500 рублей осталось все все нормально да вот это подойдет тоже так сколько с меня в итоге получается 500 рублей 500 рублей за за один лак 500 рублей то я за 500 рублей два с половиной свежителя пердежа могу купить насколько недельки на две ой как это много освежитель перри же на всю жизнь хватит такой сказал так уважаемые держите вам кассик вот это вещи вот это я понимаю не бросается касать так ты его из рук выпусти просто возьми и выпусти из рук он бросится мне не нажимается ну если ты хочешь что-то человеку отдать но выбросит из рук это был qq вот катя катя так благодарю все все забираю свежите перри же все ты лак забрала все хорошо пошли пошли все эльвирочка спасибо если что мы будем вашими его постоянными посетителями пошли как ты не хочешь такую причет ты куда на балкон пошла до свидания ты со второго этажа спрыгнула лишь для того чтобы мой моторбайк украсть паписяка ты такая моя девушка немножко психопатка вы конечно не обращайте до него внимание она просто просто спрыгнул со второго этажа у нее такое бывает приступы частенько случаются мы уже два раза там психушку вызывали ты где там пойдем удачи эльвирочка хороший салон в следующий раз приду вот катя такую прическу сделать до свидания сейчас я поеду где мой моторбайк не знаю я мой мотоцикл я не знаю где ты его оставил ну все накаталась ты мать пешком давай шуруй эй ты и гонщик нелегальный а на чем компуктеры своих хранить будешь ставить то куда будешь а смысле компуктеры есть и дает хорошо а куда ты лак свой будешь хранить его тоже стола нет опять на полу сидеть блин мне тоже что нужно слушай мы проезжали мимо вот этой паписяки семёныча он же свой гараж разбирает ты видел у него там кровать кровать мы с тобой уже неделю не спим точнее спим но на холодном бетоне слушай если он разбирает свой гараж значит у него там ненужные вещи мне кажется мы просто можем у него их забрать если они ему вообще не нужны это гениально конечно чё ты думала пацан то у тебя вообще гений давай поехали вот он вот он вот он вот он там что-то делает давай здесь прибракуемся сейчас я сюда стану сюда семёныч извини извини что беспокоен как ты где вы чё собаки смотрите успокойся ты уже заколебал так негативить да мы пришли наоборот с тобой здесь поразговаривать вот о жизни чё здесь делаешь хлам выбрасываешь из гаража хорошенько семёныч мы тут бизнес открываем и нам как раз таки столов не хватает о кстати лампы опа катю сейчас себе лампу этот возьму нам бы пару столиков лампу но тем более ты как бы это все выбрасываешь тебе это все на мусор куда тащите поэтому ну да ну давай вот какая старая кровать давай мы ее заберем а ну хорошо забирайте все что вам нужно и платите 500 рублей так это ты же выкинуть хотел это ж на мусорку это все тащил вот этот жадина а ну так я бы выбросил а так вы есть поэтому с вас 500 рублей слушай семёныч не мы собаки ты собака так мы сейчас подождем пока ты ты всю лабуду выбросишь на мусорку возле мусорки подождем да и заберем ее себе зачем тебе шезлонг вот когда-то мы наработаем с тобой когда откроем свой бизнес пердядина не забираешь шезлонг то ты да я только катаюсь на своем моторбайке хорошо так смотри мне нужно еще три стола три стола ну давай сразу на буду давайте все заберем такая разница если они ему не нужны нет логично логично давай пять возьмем хорошо пускай будет мусорная ведра нам нужно черненькая или серенькая черненькую черненькую стиль стиль мода смотри мы можем вот эту как будто больнички больницы да я предлагаю тебе вот этот черный стиль так давай тащи стулья столы подожди 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 я все тащу обща разберемся мусорное ведро ну как бы тоже пригодится нет там вот эти твои ногти выбрасывать подожди случайно сломал прям полностью а у меня жлом есть лампочка одна тебе лампочка нужно ой мне мне розовый в этот тур шарчик я уже взял и я уже взял сраник нужен будем продолжать за гаражи да нормально пока тогда давайте заберем то какая разница он же это все и так выбрасывать будет техника безопасности вот это тоже нужно так держи вот это тащи держи вот это а вот это тогда я вот это постер парк юрского периода у меня компьютерный клуб у меня все в гараже у меня все компьютерном клубе должно быть под стиле геймеров геймеры оценят причем здесь парк юрка юрка сама ты юрка все давай начи забирай что-нибудь что я это все тащу алло алло возьми чего-нибудь ты пописяка ну я все несут и ладно давай разнылась давай один стол выброси он всего так могу я один заберу так и заберу все давай до свидания хотя бы столы хотя бы столы да все ты там давай у меня моторбайк застрял я не могу даже вперед поехать и назад я реально не могу не вперед я тут одного предательница пописячная а а а а а Субтитры подогнал «Симон»